Что творится? Почему весь посёлок в этом году с Нового года накрыло чёрным смогом? Чёрный смог и чёрный снег. Росприроднадзор прокомментировал ситуацию с котельными в городе. Надо показать весь трагедий и драматизм, который постиг жители нашего региона. Украина, Молдова и страны Балтии. Деньги у жителей Бурятии уводят заграничные мошенники. Главное за день. Гигантские хурде, нападение собак и ловля мошенников. Читали, работали с этим членом. Намного интереснее. Вывести историю на новый уровень. В школах Бурятии обновили учебники истории. На огневом рубеже он должен поразить тарелочку. С ружьём на лыжах. В Бурятии состоялся охотничий биатлон. Когда человеку в голову не закладывают хорошее, плохое к нему быстро прилипает. В Улан-Удэ форум поколения Z и V собрал 2000 участников. Вы смотрите новости на АТВ в студии Мариам Восканян. Здравствуйте. Накануне Улан-Удэ накрылось снегом. Мы сегодня всю ночь и утро боролись с последствиями стихии. Грейдеры и Камазы очищали проезжую часть. Также мини-тракторы занимались очисткой пешеходных зон. Весь собранный снег вывезли с помощью мини-погрузчиков. Всю ночь в городе подсыпали дороги. С четырём часам утром мы усилили посыпку опасных участков. Задействовано 15 пескоразбрасывающих машин. В общей сложности на 9 утра подсыпано около 150 участков дорог. На это ушло порядка 500 тонн песка. Некоторые участки мы подсыпаем повторно, поскольку песок при интенсивном дорожном движении растаскивается. Если вы заметили скользкий участок дороги, заявку на подсыпку можете отправить по телефону на вашем экране. Котельной в Загорске может заняться прокуратура. Местные жители неоднократно жаловались на чёрный дым. И подобные жалобы в этот сезон поступали не только оттуда. Не так давно снимали сюжет про аналогичные проблемы в сотых, а также на станции дивизионная. Сейчас мы получили ответ из Росприроднадзора. В чём причина чёрного дыма, расскажет Дорш Сибиданов. Что творится? Почему весь посёлок в этом году с Нового года накрыло чёрным смогом? Школа рядом, 22-я, построенный стадион, весь чёрный. Детский сад рядом. Крыльцо их учреждения чёрное, как будто там разгружают уголь, как на заводе. Тему котельной в Загорске накануне подняли и в народном хурале. На ситуацию в мэрии отреагировали оперативно. Там побывала комиссия в составе заммэра, главы района, депутатов Урала и представителей ТГК-14. Вот что ответили энергетики. В сильные холода используется более калорийный и более зольный тугнуйский уголь, от которого дым становится чёрным. Для решения указанной проблемы вводится использование смесей из тугнуйского и загустайского угольных разрезов, которые помогут сократить зольность и черноту сгорания угля. Вернёмся немного назад. С аналогичной проблемой столкнулись жители ещё двух частей города. Соты и микрорайоны страдают из-за последствий работы котельной «Юго-Западная». Буквально два дня я, по-моему, приезжала. Здесь было всё чёрное. Вот что ответили на наш запрос в Росприроднадзоре. На котельной «Юго-Западная» мониторинг работы оборудования и проведения замеры выбросов проводится, но всего раз в год и отчёт предоставят только не раньше марта 2025 года. Сейчас есть результаты 2022 года. Тогда превышение предельно допустимых выбросов не зарегистрировано. Согласно данным указанного реестра, объект НВОС оснащён шестью техническими средствами по обезвреживанию выбросов, фактическая степень очистки которых составляет 85%. При этом в адрес ТГК-14 выписано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. И, судя по ответам Росприроднадзора, в сотых всё очень даже неплохо. Это кадры со станции «Дивизионная». Тут котельных аж 13 штук. В этом году это вообще бесподобное количество этой сажи. Всё чёрное, даже в лесу, там в пригороде всё чёрное. В письменном ответе Росприроднадзора нет информации по выбросам этих котельных. Есть вероятность, что дело не чисто, ведь дым не проходит фильтрацию. Согласно данным указанного реестра, объекты НВОС не оснащены техническими средствами по обезвреживанию выбросов. По факту отсутствия газоочистных установок управлением с учётом действующих ограничений на проведение контрольно-надзорных мероприятий планируется объявить предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении ФГБУ, ЦЖКУ, Минобороны, РФ. Отметим, сейчас действуют моратории на контрольные мероприятия. Если по результатам проверки в Загорске ТГК не примет меры, то туда поедет уже природоохранная прокуратура. Надеемся, что и другие котельные также не обойдут стороной. 664 миллиона рублей. Столько интернет-мошенники украли у жителей Бурятии в прошлом году. Рекордную сумму зафиксировали в октябре. Ущерб составил 83 миллиона. Тема защищённых счетов и иных способов увода денег у населения стала центральной в отчёте министра внутренних дел Бурятии перед депутатами Хурала. При этом раскрываемость таких преступлений всё ещё остаётся низкой. С чем это связано, расскажет Дорж Сибиданов. Надо показать весь трагизм и драматизм, который постиг жителей нашего региона на сегодняшний день. И у вас, как депутатов, я попрошу включиться. Запомните, разговор за деньги всё сразу же нужно бросать. Айти-преступления четверть от всех зарегистрированных в прошлом году. Всего зафиксировали более 5000 таких случаев. Прирост по сравнению с 2022 годом – почти 50%. Самые популярные схемы – это звонок от якобы сотрудника банка, МВД, Следственного комитета или прокуратуры с посылом, что деньги под угрозой, их надо перевести на безопасный счёт. Ещё один популярный вариант отъёма – участие в инвестпроекте. В декабре прошлого года Улану Денки написал якобы брокер. В итоге она отдала мошенникам больше миллиона собственных и кредитных рублей. Раскрываемость 22%, Россия 26,6%. Категории тяжких, особо тяжких Айти-преступлений – рост на 28%, раскрываемость 32%, Россия 35%. К уголовной ответственности привлечено 660 фигурантов с ростом идём, совершивших более тысячи преступлений. Половина из Айти-преступлений связана с мошенничеством. Раскрываемость улучшилась, но всё ещё остаётся низкой – 14,6% при среднероссийском показателе в 10,9%. Основное количество звонков идёт из полцентров, расположенных за рубежом. За рубежом в странах Украины, Балтии, Молдовы и других государствах, за которыми стоят спецслужбы Британии и США. Из-за этого МВД пришлось в конце года изменить тактику работы с населением. От размещения видеороликов, вплоть до ежедневных встреч с населением и трудовыми коллективами. Это дало свои плоды. Если в октябре ущерб от мошенников составил 83 миллиона, то в ноябре – 77, в декабре – 66, в январе – 59, а на конец февраля – 34. Общее состояние преступности. Всего в прошедшем году зарегистрировано почти 19 тысяч преступлений. Снижение составляет 5%. Раскрываемость преступлений составила 48%, по России – 52. Вместе с тем, раскрываемость тяжких, особо тяжких преступлений составила 49,7%, по России – 46,6%. Отметим, особо полиция отличилась в раскрытиях преступлений против личности. Умышленных убийств стало меньше на 20%. Раскрываемость – почти 99%. Причинение тяжкого вреда здоровью стало меньше на 15%. Раскрываемость также почти стопроцентная. Изъято 613 килограммов наркотиков и 1205 литров контрафактного алкоголя. Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки. Такое решение приняли депутаты Народного хурала на прошедшей сессии. Речь о детях старше 14 лет. Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей. Есть несколько нюансов. Труд должен быть легким и не вредить здоровью. И работа должна быть в свободное от учебы время. О других новостях расскажет Александр Зуев в рубрике «Главное за день». Улан-Удениц ответит за обман пенсионеров. По версии следствия, подозреваемый работал курьером в составе организованной группы преступников. Схема у мошенников классическая. Так называемые операторы представлялись следователями или медработниками и сообщали своим жертвам, что их внук или внучка стали виновниками ДТП. А чтобы отмазать родственника от уголовки, нужно заплатить компенсацию. Вскоре к жертвам направлялся курьер, который и забирал деньги. К счастью, афериста удалось найти. Установлена его причастность к девяти преступлениям по статье «мошенничество». Ущерб составил полтора миллиона рублей. Сейчас дело в суде. Мошеннику светит до десяти лет лишения свободы. Холодные звонки – не единственная схема мошенников. В последнее время популярным методом аферы стали фейковые аккаунты известных людей. Подобные инциденты уже происходили с несколькими министрами и депутатами. В этот раз мошенники примерили личность начальника управления ЗАГСа. Будьте бдительны и ни в коем случае не переводите деньги. По последним данным, за два месяца этого года жертвами мошенников стали почти 450 человек. Сумма ущерба – 80 миллионов рублей. Почти половина жертв злоумышленников – люди от 30 до 50 лет. В Селенгинском районе нашли хозяина собаки, которая вместе со стаей нападала на овец. Напомню, впервые об этом стало известно почти две недели назад. Свора напала на скот прямо в ограде дома. Погибло 15 овец. С того момента на территории Улуса прошло несколько рейдов. Составлено 12 протоколов за самовыгул и отсутствие регистрации собак. В том числе привлекли одного хозяина животного. Ему грозит административка по трем статьям. Продолжаем тему собак. В КГХ сообщили, что сейчас с наступлением тепла начнется сезон собачьих свадеб. Будьте предельно осторожны. Собаки начнут вести себя более агрессивно. Что касается владельцев животных, ни в коем случае не нарушайте правила содержания питомцев. Просим граждан нашего города еще раз обратить внимание на неукоснительное соблюдение правил содержания своих домашних питомцев. Не допускать выпуска своих питомцев на самовыгул. Соответственно, тем самым вы обезопасите своих соседей и граждан, другие граждан нашего города. В Курумканском Датсане появится огромный молитвенный барабан. Его высота будет почти 2 метра, а вес более полутонны. Предварительная стоимость проекта почти 330 тысяч рублей. В наше смутное трудное время мы можем внести свой вклад только такими практиками. Все прогнозы говорят о все ухудшающейся обстановке. Угрозы увеличиваются. Нам очень важно сохранить свое единство, целостность, свою культуру, веру и ценности. Воздвигнув этот молитвенный барабан, мы будем молиться за всех соотечественников. Внутрь Хурде планируют поместить 100 тысяч листов. На каждом будет напечатано 1440 мантр Тары. По заявлению нам же Ламы, таким образом, при вращении Хурде получится благословить всех жителей нашей страны. Также богатая сила мантры распространится во все стороны и во все миры. Обновление скверов, строительство дорог и капитальные ремонты объектов. Депутаты Горсовета начали отчитываться перед избирателями за проделанную работу. Свои итоги уже подвели Денис Егоров и Анатолий Белоусов. Накануне результаты представил депутат Дмитрий Турченюк. Народный избранник отчитался сразу за весь срок. Подробности у Антона Симонова. Хотел отчитаться о нашей работе не только за прошлый год, но и за все пять лет. И рассказать о том, что мы сделали и что, наверное, еще нам предстоит сделать. Сделано на седьмом округе очень много. Только с 2020 года в приемную Дмитрия Юрьевича поступило 360 обращений от жителей. Начиная с ремонта и строительства дорог, заканчивая вопросами социальной поддержки граждан. В отдельный блок депутат выделил помощь учреждениям образования и детским садам. Вот мы прямо выражаем такую благодарность Турченюк Дмитрию Юрьевичу за плодотворное сотрудничество, поддержку и активное продвижение инициатив и проектов. Все мы, вот кого я сейчас выречу. Ну, мы очень рады, что не ошиблись с выбором. Четыре с половиной года тому назад, отдав свои голоса за Дмитрия Юрьевича. И за это время мы не просто вот сдружились, а любые какие-то вопросы, касающиеся школы, социальной сферы, решаются однозначно всегда. У нас четыре таких мероприятия. Мы выделили Сиреневый бульвар. Это то место, которое вообще у нас в генплане города было дорогой. Мы с вами голосовали вместе за эту общественную территорию, за Сиреневый бульвар два раза. При поддержке жителей микрорайона, а это более 20 тысяч голосов, сквер удалось отбить. Его благоустроили в рамках формирования комфортной городской среды. Также восстановили сквер Три Медведя. Отдельно решался вопрос сквера Радуга. В 2020 году разработали проектно-сметную документацию. Но денег на реконструкцию не было. Но в прошлом году он все же попал в голосование по благоустройству территории. За него отдали свой голос более 30 тысяч жителей. Это на 5 тысяч больше, чем за вторую территорию, Мемориал Победы. И как и док, в этом году мы увидим его обновленным. Очень важно, что он у нас будет передан в дирекцию парков после того, как будет отремонтирован. Есть у меня сравнить с чем. Старый депутат у нас был в Супоне и новый депутат. Вот у нас на участке, на нашем округе знают, кто у нас депутат. Дмитрий Юрьевич заступный. Всегда можно ему позвонить, девочкам позвонить. Они сразу передадут и с ним можно переговорить. И напрямую ему можно позвонить. Это единственный депутат, которого мне не стыдно. Он действительно выполняет свою работу отлично. И я всегда удивляюсь, он когда-нибудь спит, отдыхает или нет. Есть большая разница. Прошлого года, где очень много высказывалось людей, чем они недовольны, что им надо. И таково было удивление сейчас, когда вот сказали, ну еще какие вопросы есть. Ну все молчат, мы всем довольны. Планы на этот год уже есть. Сейчас активно идет работа по вхождению в федеральную программу для реконструкции ДК ЛВРЗ. Сейчас решается вопрос по выделению средств на корректировку проектно-смертной документации, которая позволит нам определиться, в каком направлении идти. Благодарен коллегам за работу. И только вместе мы можем что-то сделать и с коллегами моими, и с вами что-то улучшить. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Вот о чем мы расскажем во второй части выпуска. Читали, работали. Да, с этим намного интереснее. Вывести историю на новый уровень. В школах Бурятии обновили учебники истории. На огневом побеже он должен поразить тарелочку. С ружьем на лыжах. В Бурятии состоялся охотничий биатлон. Когда человеку в голову не закладывают хорошее, плохое к нему быстро прилипает. В Улан-Удэ форум поколения З и В собрал 2000 участников. Оптика ССЭК Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика ССЭК Продолжаем выпуск. Старшеклассники Бурятии учат историю республики по-новому. Во всех школах появились новые учебники. Их готовили весь прошлый год, а уже сегодня применяют на практике. Чем они лучше и почему прошлая редакция ушла в историю, расскажет Антон Симонов. Запрос на новую редакцию появился два года назад у Минобраза. Последний учебник истории Бурятии 18-летней давности. Алексей Циденов поддержал инициативу, выделил деньги. Весь прошлый год пособие готовили, а уже сейчас по нему учатся. Здесь очень много хорошей информации, качественной печати, обратите внимание. Это дает возможность каждому из вас работать самостоятельно, заниматься саморазвитием, поисковой работой. И достаточно очень много интересного материала, дополнительного материала. Если сравнивать с учебником старого типа, то нынешние учебники, они идут толще. Вообще, мне кажется, там информация намного больше, и знания мы будем получать более углубленные. Я почитал вот этот учебник, мы изучили учебник, он очень такой, ну, очень понравился. И по отзыву наших детей, которые уже тоже читали, работали, да, с этим учебником, намного интереснее. Есть хорошие вопросы для самостоятельной подготовки, для саморазвития учеников. Есть дополнительный материал, есть красочные иллюстрации. Подготовили книги не только для школьников 10-х и 11-х классов, но и для учителей. В комплекте учебник в двух частях, рабочая тетрадь и методическое пособие для преподавателей. Мы в своем учебном, в методической рекомендации попытались дать новейшие методики, технологии, которые используются в истории. Например, мы там рассказываем о том, как можно подготовить пресс-конференцию, о том, как провести семинарское занятие, как подготовить индивидуальный проект. Новые учебники появились не только в 63-й СОЖ. Книги передали во все школы республики. Напечатано 3000 экземпляров и передано во все муниципальные образования республики Бурятия. На сегодняшний день все школы республики Бурятия получили данные учебные пособия. И, соответственно, школы уже учителя истории работают по данному курсу. На этом улучшение образования не останавливается. По указу Владимира Путина в 32 регионах России, в том числе и в Бурятии, разрабатывают новые учебники истории родного края. Их подготовят для учеников с 5 по 7 классы. Закончить планируют к началу нового учебного года. Антон Симонов, Артур Звержеевич, телекомпания АТВ. С ружьем на лыжах. В Бурятии состоялся охотничий биатлон. На старт вышло 40 звероловов. Соревнования проводились на дистанции полтора километра со стрельбой без оптики по неподвижной мишени на 25 метров. Как это было, материал из Тарбокатайского района. На дистанции не спортсмены, а рыболовы и охотники. Вместо лыжных палок в руках гладкосвольные ружья. Да и сами лыжи непростые. Снегоступы подбираются индивидуально, учитывая вес охотника со снаряжением. Лыжи стандартные. Они обшиты ничем. Охотники обшивают данные лыжи уже камусом, ставят щетки для того, чтобы ходить по лесу спокойно и не скользить. То есть подниматься в подъем и преодолевать. То есть лыжи будут ход вперед иметь, назад уже будут сопротивляться. В почете не молодость и выносливость, а сила и опыт. Самому старшему стрелку 65 лет. Таким участникам даже делают возрастные скидки на время. Но правила для всех одни. На огневом рубеже он должен поразить тарелочку диаметром 12 миллиметров. На поражение этой тарелочки в мишене дается три выстрела. То есть если он попадает с первого раза, значит он продолжает дистанцию. Если он промахивается, то штрафной круг. Думаю, что эту акцию надо расширять, популяризировать охотничий биатлон, привлекать туда всех охотников-любителей, которые желают участвовать. Первое и второе место заняла команда Иволгинского района. На третьем месте Улан-Уденское общество охотников и рыболов. Четвертое у команды Бурприроднадзора. Теперь сборная команда Бурятии будет готовиться к охотничьему биатлону Центрального федерального округа. Виктория Гарманова, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ. В Улан-Удэ прошел молодежный патриотический форум «Поколение ЗВИ». В программе форума встречи с участниками СВО, учеными и экспертами в разных областях. Студенты и работающие молодежь из первых уст услышали ответы на волнующие вопросы. Подробнее расскажет Алина Котова. Форум «Поколение ЗВИ» собрал в ФСК более двух тысяч молодых людей. На повестке самые животрепещущие вопросы современности. А дать ответы на них могут только непосредственные участники событий. В числе спикеров форума Евгений Черняев, герой России и командир глубоководного аппарата «Мир-2». Инженер неоднократно погружался на дно Байкала и в морские глубины. Исследования какие-то археологические, исторические, когда мы ходим на затонувшие суда, как «Титаник», «Бисмарк», какая-то шкуна деревянная 18 века постройки. Я вижу, что у ребят возникают вопросы, и часто какая-то группа просто остается и не отпускает. Конечно, не обошли тему и спецоперации. О правильных ориентирах в жизни молодежи рассказал кавалер Ордена Мужества Андрей Косаченко. Офицер рискнул жизнью, чтобы эвакуировать с поля боя погибших товарищей. Когда человеку в голову не закладывают хорошее, плохое к нему быстро прилипает. Поэтому очень важно проводить такие мероприятия. Есть интересная поговорка. Попробуй выполнить свой долг. Не обязательно его перекладывать на военный лад. И ты узнаешь, что в тебе есть. При форуме работали и несколько площадок. Здесь можно было потрогать и примерить на себя военную амуницию и оружие, узнать особенности тактической медицины и научиться управлять беспилотниками. Теперь поуправляйте влево, вправо. Четко видно. Значит, ничего сложного. Какой-то вестибулярный аппарат особенный нужно иметь для этого. Нет, у некоторых, да, может, голова кружится. Да, немножко. Как у вас есть такой, да? Немножко кружится, да. Бурятия, привет! Мы – настоящее будущее нашей республики, будущее нашей родины, будущее Бурятии, будущее России, будущее сегодня здесь, в этом зале. Бурятия будет на Всемирном фестивале молодежи. Масштабное событие вот-вот стартует в Сочи. Нашу республику представят полсотни лидеров своего поколения. Сегодня перед отъездом ребят напутствовали первые лица республики. Подробнее расскажет Алина Котова. Уже 1 марта эти ребята будут в Сочи на Всемирном фестивале молодежи. Попасть туда хотели 750 человек. Столько было заявок. Однако отобрали только 49 счастливчиков. Это студенты СУЗов и ВУЗов, работающая молодежь, например, заводчане ЛВРЗ и даже одна школьница. Все они уже не один раз участвовали в различных форумах по всей стране. Ну, на таком масштабном, конечно, не было. Ждает форума то, что я встречусь с людьми из других стран, с иностранцами. Хочу с ними пообщаться, меняться разными впечатлениями. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта. В Сириус съедутся 20 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет со всей России и из других стран мира. Участников по интересам объединят 10 разных площадок. Например, спорт, волонтерство, бизнес, наука и культура. По национальности я ивенк и буду представлять культуру ивенков. Есть у вас какая-то мечта в Сочи? Ну, наверное, сфотографироваться с Владимиром Владимировичем Путиным. Самое главное, что эти ребята вернутся домой. Я надеюсь, привезут сюда новые идеи, будут дальше их реализовывать, воплощать в жизнь и развивать нашу любимую республику. Уже сегодня вечером делегация выезжает в Иркутск. Оттуда с пересадкой их ждет путь до Сочи. Наша телекомпания желает ребятам удачи. Алина Котова, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ. В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов о бурятских традициях. Он проходил в первой половине февраля. Свои работы отправили 34 ребенка с непростой судьбой. Сегодня призеры и победители съехались в Улан-Удэ из разных районов за заслуженными наградами. Кто оказался самым креативным и творческим, знает Алина Котова. Ксения – десятиклассница из Закаменска. Когда девочке было 7 лет, ее удочерила Наталья Дашинимаевна. Ее родные дети тогда уже выросли. И женщина решила подарить семейный уют ребятам, лишенным этого. Когда я вышла на пенсию, хотела взять детей с детского дома. В 2014 году я взяла четырех детей и уехала за Закаменска. До сих пор живу. А у меня сейчас шесть детей. Ксения выиграла гран-при конкурса видеороликов к Сагалгану. Свои работы на него отправили 34 ребенка из 13 районов республики. Все эти дети живут в замещающих семьях. На выбор было три темы. История бурятского костюма, бурятское блюдо и традиции празднования Белого месяца. В создании своего видео Ксения задействовала целую съемочную группу. Роли исполнили ее братья и сестры, а оператором был школьный преподаватель. Придумывали движение, слова я уже знала. Эту песню мы в школе, ну праздники у нас тоже были в школе, эту песню мы упели. Каждое утро мы с мамой в Сагалган встаем и молимся бурхану, так как это священное. В каждой номинации жюри определила по три призера. Все ребята получили дипломы и подарочные карты. Работы все поданы, были креативные, творческие, очень яркие. Отражала именно любовь, уважение к республике, к семье, к сохранению семейных традиций и ценностей бурятского народа. В 2024 объявлен в России годом семьи, поэтому подобных конкурсов будет много. Уже стартовал масштабный проект всей семьей. В нем разыграют 100 путевок на путешествия по нашей стране. Подробнее о том, что нужно сделать, вы можете узнать на сайте. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей в соцсетях АТВ. Чтобы не пропустить самое интересное, переходите в наш телеграм-канал по QR-коду на экране и подписывайтесь. С вами была Мариам Восконян. До встречи в эфире. Мы «Улан-Дэ Стальмост» приглашаем в наш большой и дружный коллектив активных, перспективных и ответственных сотрудников. Мы предлагаем вам официальное трудоустройство, нормированный рабочий график. А также конкурентную заработную плату, программы профессиональной переподготовки, повышение квалификации и наставничества. Организацию проезда в трех направлениях на дежурном автобусе. Предоставляем дополнительный отпуск в зависимости от условий труда и страхования всех наших сотрудников. А также приглашаем студентов для прохождения практики на предприятии. Редактор субтитров А.Семкин